В детском центре Сабайлар необычный день. Детей вместе с родителями повели в парк тысячелетия Казани, чтобы провести время на свежем воздухе. Заодно приобщить родителей к воспитательному процессу через совместные игры и соревнования. Чтобы перетянуть канат, нужна не только сила, но и смекалка. Упереться ногами так, чтобы не упасть и поймать момент. Пятилетняя Марьям Нургалиева сделала решающий рывок и помогла своим подругам. Канат перетянут. Девочки не дали фору мальчикам. Я перетягивала канат, и я старалась. И девочки оказались сильнее мальчиков. В детском центре Сабайлар именно летом проводят много познавательных квестов для детей на свежем воздухе. Наглядно показывают, что гармоничный человек должен развиваться как физически, так и духовно. При этом делают упор на национальные традиции. Разве может новомодный и дорогостоящий гаджет заменить эмоции, полученные от спортивных состязаний. Тем более, когда рядом за тебя болеют папа и мама. Ребенку и мне очень понравилось. Ребенок даже поучаствовал в соревнованиях и был в восторге. Большинство детей, посещающих детский центр Сабайлар, из мусульманских семей. Но с каждым годом все больше светских родителей приводят сюда своих детишек. Ведь в центре, кроме халяль-питания, уделяет огромное внимание нравственному воспитанию. Так как мы начали посещать детский сад Сабайлар, мы пришли на этот праздник. Дочке очень нравится. Она поучаствовала во всех конкурсах и довольна и от призов, которые она выиграла, и вообще даже от самого мероприятия. Это обязательно должно присутствовать в каждой семье, национальный этот компонент. Это, во-первых, не просто национальность, это традиции, которые мы передаем из поколения в поколения. И это очень важно при воспитании детей. Особенно это делают хорошо наши бабушки, дедушки. В детском центре Сабайлар с детства обучают сострадание к окружающим. В это лето решили помочь татарской деревне Тугус. Жители этого села пострадали от наводнения. Дети сделали подделки, а родители собрали деньги для потерпевших бедствия татар. Все средства мы отправляем в Тюменскую область в деревню Тугус, чтобы помочь жителям этой деревни выбраться из тяжелой жизненной ситуации. И все дети понимали, что помогают людям, которые оказались в беде. На этом мероприятии все детки получили призы. А у кого-то появился еще один стимул выучить новые суры из священного Корана. Тех, кто прочитал несколько аятов наизусть, поощрили дополнительно. Наталья Шагеева, Гульнура Минова, Эдгар Шаги Ахметов, телеканал «Алиф», Татарстан. Да, кто же лавца и лав.